всем добрый день дорогие друзья я приветствую вас наша студия голос молчащих мы вас всех приветствуем нашей командой и поздравляем с рождеством христовым всем божьих благословений и радости в этом дне и пусть господь наполнит все ваши дома все ваши и ваши сердца особой радостью сегодня мы рады сегодня послужить и быть с вами и мы поразмышляем на некоторые темы и возможно кто-то из вас подумает ну что за тема не очень радостная не рождественская но все вопросы вверх потому что это та тема которую господь сегодня положил на сердце мы готовили к сегодняшнему дню другой эфир другой другую тему и был у нас гость приглашенный на что господь сказал что этого гостя еще сотни раз пригласят и будет много эфиров но нужно говорить на эту тему я понимаю почему я понимаю почему потому что многие из вас знакомы со мной с тем что я говорю на такие темы которые обычно но на которые умалчивают это темы табу это темы насилия темы разного рода некомфортные которые люди даже не то что обсуждать вопрос не любят об этом говорить где-то все скрывается но к сожалению проблема от того что мы выбираем позицию страуса не решается и почему эта тема кто виноват если муж впал или согрешил или и мы сейчас немножко разберем есть несколько мифов на эту тему о том кто бывает виноват и мы сейчас поговорим об этом вы то можете поделиться этим эфиром чтобы поделитесь там в какой-то группе или какой вы состоите либо на своей страничке сейчас пригласить ваших друзей ну чтобы многие могли посмотреть эту тему и может быть вы спасете жизнь многих людей на самом деле эта тема очень серьезная очень это не какие-то это не какая-то тема вы знаете там это не клубничка чтобы там хотелось послушать и но это действительно большая проблема как сказал один брат это это демон последнего времени выпущены то есть порно разврат это то что чем сейчас наполнил наполнен мир вокруг нас и для вот этого мира это становится настолько нормой даже популярно даже столько шуток на эту тему на тему разврата да на тему изменен но только что делается в миру мы можем как-то понять но то что это проникает в церковь и не всегда мы можем правильно это разобраться с этим не всегда можем правильно оценить и отреагировать вот об этом мы хотим сегодня я хочу поговорить об этом и мы конечно как христианки должны прощать чтобы там ни было мы должны прощать нас этому учат и я сегодня хочу рассмотреть несколько мифов и которые выводы пришли мы пришли к этому во первых из писания а во вторых из тех случаев о которых мне говорят наши сестры которые пишут которые спрашивают что делать что делать и эти примеры из года в год мы искали ответы и я сама лично учила многих и может быть даже вы сами помните такие эфиры когда я говорила все нужно прощать все нужно покрывать любовью и любовь она все долго терпит она прощает всему верить всего надеяться но в этом в этом послании написано в коринфянам что любовь она не радуется лжи но с радуется истины и вот этот момент нужно учесть и нужно понять вот такой момент это совет братьям некоторая бывает такой вот братская солидарность когда приходит человек ну к примеру жена и говорит братьям что вы знаете братья у моего мужа есть проблемы и озвучивает проблему но например это портана зависимость и потом ну как следствие хотят братья поговорить с братом это некоторые сестры говорят что если брат захочет поговорить то тогда они его приглашают а если он не захочет то они его как бы не трогать чтобы он созрел что тоже неправильно потому что ведь этот брат этот отец это глава семьи он живет в семье и он влияет на всю семью он влияет на детей он влияет на состояние жены и жена должна это нести и хотелось бы спросить какое основание какое основание в библии чтобы не обращать внимание на это чтобы допустим если брат в таком состоянии находится то ждать когда он там покаяться или что-то на самом деле много мест писания где мы рассматриваем это где господь четко и ясно говорит что мы должны реагировать по-другому не просто так то есть в слове божьем есть конкретные места описания что говорится об этом мы сейчас откроем и вот миф номер один миф номер один что если вдруг муж каким-то образом стал не проявил неверной жене это может быть на самом деле измена это может быть флирт какой-то что тоже распространено это может быть порно зависимость и так далее а это может быть даже физическим он может пойти до когда обнаруживается это я ни разу не видела другой ответ вот из из того что со мной делились сестры из практики из того что я знаю ни разу не видел другой ответ кроме того что надо простить и надо семью восстановить и сохранить ну дело в том что с одной стороны да да конечно мы должны все прощать но почему игнорируется писание вот если взять послание к тимофею посланник тимофею апостол павел перечисляет что последнее время люди будут сребролюбивы горды и весь этот перечень перечисляет и он говорит имеющий вид благочестия но силы его отрекшиеся и там он говорит таковых удаляйся понимаете это он говорит пастырю пресвитеру что таковых удаляйся а женщина должна простить и она должна нести человека и здесь один момент я хочу упомянуть есть такие есть такая молодая пара питайкины они записывают видео о семейных парах в основном конечно процентов 90 они записывают о таких благополучных семьях и мы рады что таких семей очень много так и должно быть среди христиан но к сожалению есть такие семьи где вот произошло допустим вот произошла такая трагедия как измена и в недавнем в одном видео он делился вот один а одна пара поделились где муж признался что он совершил смену и так далее потом он осознал раскаялся ездил он миссионер в китае ну я думаю многие из вас это видели ездил потом в россию исповедовался то есть он делал очень много шагов чтобы исправить эту проблему и они вместе с женой открыто на видео рассказывать что после произошло что как он покаялся как он исповедовал как он боролся с этим грехом как он выходил из этого потом они решили рассказать дочери а дочери было 10 лет и самое ужасное уже выяснилось что дочь что дочь выслушала вначале а потом призналась что она подсела на порно это дочь 10 лет и она начала плакать в истерике рассказывать делиться и она сказала что я бы я бы ни за что вам не сказала если вы не рассказали и я бы планировал в 15 лет открыть вам это к чему я эту историю расскажу наш многие вас слышали дело в том что когда женщина просто закрывает глаза и молча просто терпит просто несет то этот человек который упал согрешил придал жену но не хочется вот вот это вот это слово все время повторять блудка то он оказывается в таком состоянии что это оскверняет все все окружение понимаете это не просто это не просто так что не такой рядовой грех и для нас ветхий завет это хороший хороший пример про образца и ведь не недаром в ветхом завете побивали камнями тех кто совершал грех прелюбодействие если обнаруживали побивали камнями не каждый грех нужно было так таким образом наказывать и и вот хотелось бы чтобы обратили внимание что когда братья слушает вот приходит допустим жена рассказывать ситуацию потом приходит муж рассказывает ситуацию хотелось бы чтобы вы обратили внимание на то что все таки есть в притчах написано что уста блудниц глубокая пропасть и на кого прогневается господь тот упадет туда ну и много-много таких других мест писания нужно понимать что если человек уже оказался в таком положении как муж и вдруг обнаружили что это произошло то даже не так вот в этом случае как этот брат сам признался чаще всего обычно жена просто узнает да то нужно понимать что этот человек на котором находится уже гнев позже это во первых во вторых этот грех очень переплетен с грехом лжи потому что этот человек он уловлен он уловлен дьяволом естественно естественно то обязательно он будет лгать вот этот момент хотелось бы чтобы вы обратили внимание потому что братья это или мужская солидарность или что потом выясняется время братья вот так говорит да ничего по время потом сразу понимать что если человек оказался в таком положении тот кто он согрешил все-таки ему нужно меньше что доверять потому что обязательно с грехом эти с этим грехом сопровождается ложь с его стороны поэтому нужно все-таки учитывать это и что происходит женщина ей ей сложно допустим вот это все нести и мало того вот ко мне обращается время от времени звонит женщина у которой у которой распался брак не да не так давно а причина ее мама когда она была еще девочкой ее мама ну то есть было у нее были родители мама и папа и папа регулярно ну изменял жене и даже однажды она даже однажды она застала отца с другой женщиной что произошло вот я разговаривала с мамой тоже и мама говорит мне даже мысль не приходила развестись я была в церкви то есть я просто плакала терпела молилась и я несла это ну в итоге там произошла трагедия конечно он умер но она не разводилась и жила с ним вы поймите в чем в чем вопрос вот этот ребенок его дочь она получила травму и это и духовные вещи то есть на нее повлияло поведение отца и духовно повлияло да и эмоционально повлияло то что она непосредственно увидела что вот это вот произошло и что произошло потом теперь она вышла потом она вышла замуж через какое-то время и она не доверяла своему мужу она его ревновала она закатывал ему истерики она закатывал ему целой сцены и в итоге они конфликтовали и через какой-то момент они просто расстались то есть и муж умудрился забрать жену доказать ее психическую несостоятельность и забрать детей и у них трое детей, он забрал детей, и он женился на другой, и спокойно ходит в церковь, а у неё забрали детей, она даже не имеет права видеть их. Насколько поколений передался вот этот грех? Не лучше ли было в своё время маме расстаться, оградить детей и оградить вот от такого влияния, к чему привело вот такое вот, ну, как сказать, безрассудное отношение к этому, да, когда вот просто молись, просто терпи и так далее. И таких массовых примеров, вот как вот этот брат, который по видео делился, что с дочкой вот это произошло, что когда муж открывает двери, да, в духовном мире открывает двери, такие ужасные вещи происходят с детьми. Это миф номер один, что всё нужно прощать. На самом деле, на самом деле, вы поймите, что ведь конкретно в новом завете и часто ещё вот в основном все сёстры, женщины, которые обращаются, у них мужья ходят в церковь, регулярно ходят в церковь, кто-то даже проповедует. И вот такое происходит. И когда это происходит, ну, братья считают, что нужно всячески сохранить семью, простить, и тот, кто подаст на развод, или тот, кто напишет заявление, или тот, кто уже подпишет, тот как бы согрешил. Но это неправильно, это совсем не так, потому что тот, кто уже пошёл на это, он находится уже далеко от Бога. И своим поведением, как бы покрыванием его, его состояние, человек не делает пользы ему, ещё больше вредит. И много мест писания, где вот 1 Коринфянам, это 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих, там написано, что перечисляется блудник, если он, оставаясь братом, если он лихоемец, если он злоречивый и блудник, что Библия конкретно говорит, сейчас мы откроем это место, 5 глава, 11 стих, «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, с таким даже не есть вместе». Потом 2 Коринфянам, 6 глава, 17 стих, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому». Там, конечно, контекст говорит немножко о другом, говорит о том, что сообщаясь неверными, вот 2 Коринфянам, и очень много таких мест в Писании, где Господь предупреждает, что через апостола Павла, и это послание Иуда, если вы посмотрите, что таковых удаляйся, не прикасайся, даже не есть вместе, даже гнушаясь одеждою. И понимаете, мне вот одно непонятно, есть ли столько предупреждений, и если в Ветхом Завете взыскивали очень строго за этот грех, почему такое лояльное отношение сейчас? Почему? Если бы это помогло, дело другое, но ведь это не помогает. Люди годами живут в таком состоянии, и человеку нужно помочь. Это суть не в том, чтобы взять мужа или того, кто оступился, наказать, ведь нужно ему помочь, но когда закрывают просто глаза, это не помогает. Вы понимаете, это не помогает, это только вредит ему, и человек маринуется в таком состоянии годами. Мало того, что он сам страдает, он оскверняет всё о своё окружении. Приходит куча проблем у детей, и ведь это не просто такой грех, он влечёт за собой кучу всего, кучу разных проблем, что у человека появляется гнев, он становится эмоционально нестабильный, он просто разрушает женщину, и человек, который пошёл на это, он начинает ненавидеть жену. И вот сейчас консультирую несколько женщин одновременно, которые пишут, вот, допустим, приезжали ещё один миф, второй миф, что даже один проповедник, знаете, друзья, один проповедник, очень такой вот уважаемый пастырь, я не буду называть фамилии, он сказал вот так вот, например, есть грех, убийство, а также в Библии написано, что тот, кто кого-то ненавидит, он является человекоубийцей, он говорит, ну нельзя же сравнить убийство и ненавистника, хотя и тот, и тот называется человекоубийцей, да, и он объясняет, что сам грех, когда человек именно физически совершил грех при любодеянии, это грех, но если он просто напорно подсел, то это вроде как бы и, ну, какие-то как мультфильм, да, как бы не такой уж и грех, но на самом теле практика показывает, что это не так, это не так, это не такой уж грех, даже, я бы сказала, если мужчина физически на самом деле с какой-то одной женщиной изменил, может быть, это меньше вреда и самому человеку, и духовно, и его всему окружению, чем тот, кто сидит годами на порно, потому что порнозависимость, я изучала глубоко этот вопрос, это такая же зависимость, как зависимость от героина, понимаете, если человек сидит на героине, то никто же не советует, ты просто люби его, ты просто терпи, просто молись, это понятно, там нужна помощь, да, серьезная, это господнее вмешательство нужно, и здесь то же самое, когда человек подсаживается на порно, то он полностью меняется, меняется даже состав крови, меняется гормональный фон, даже мозг разрушается, и самое печальное, что человек становится безумным, утеряет разум, я вам серьезно говорю, потом он становится импотентом, он становится неспособным на нормальные физические отношения с женой, это так влияет, это любой специалист, любой секс-топатолог скажет, что тот, кто сидел долго на порно, это разрушает его, и нельзя это игнорировать, говорить, что это по причине того, что, ну вот, по причине того, что, ну как бы это не такой уж большой грех, чем, ну вот допустим, чем самая настоящая измена, это второе, и теперь, значит, когда происходит, вот мне одна душеподпичитель штата Вашингтона, она говорит, она, ну почему так, когда выявляется, что муж, ну бывает на порно, то обвиняют всегда жену, ну не она же всегда виновата, ну это на самом деле так, потому что от избытка сердца это исходит, а не по причине внешней, и знаю такие пары, где жена очень даже миловидная, и красивая, и она всегда была рядом, и даже не уклонялась, но несмотря на это, мужчина выбирает это, и никто не может его заставить, конечно, там какая-то косвенная причина может быть, но здесь все-таки нужно отнестись к этому серьезнее, что, и это не шутки, на самом деле, такому человеку нужна помощь, это второй миф, что это не такая уж мелочь, порно на самом деле, это даже хуже, чем физическая измена с одной женщиной, потому что там ты изменил с одной женщиной, может быть даже и нормальной, я имею в виду, что она не какая-нибудь там одержимая, а здесь человек, когда сидит годами напорно, происходит растление ума, ведь не зря Господь повелел Содом и Гамору пожечь, в то время, как Он разрешил Неневии, в смысле, Неневии дал шанс покаяться, хотя в Неневии люди были очень жестокие, они брали младенца вот так вот за ноги и головой об угол домов разбивали, это настолько жестокие люди были, они так издевались над евреями, и поэтому Иоанн хотел, чтобы их наказали, он не хотел, чтобы они были спасены, но тем не менее, Господь дал шанс им покаяться, а что произошло с Содомом, это по причине того, что человек не имел Бога в разуме, то происходит растление ума, и как приходит, вообще как получается, что человек начинает изменять жене, либо это идет с прошлого, человек не разобрался с этим, либо он просто перестает любить женщину, свою жену, что из неблагодарности, если римлянам первую главу почитать, да, и не возблагодарили Бога, то предал Господь превратному уму, он неблагодарен, что и то не так жене, и это не так, из этого еще один следующий миф, это то, что когда советуют женщине, на меня этого, я вообще этого не понимаю, когда говорят, что, ну, одевай красивое белье, соблазняй своего мужа, чтобы он налево не смотрел, и так далее, и так далее, там, то есть, делай внешне себя такой вот там какой-то игрушкой, куколкой колливудской, чтобы у него не было искушений смотреть куда-то, это еще одна ложь, и я недавно на странице выставляла у себя, ведь нас от греха не это удерживает, вы поймите, не это нас удерживает, от греха нас удерживает наше отношение с Господом, что мы понимаем, что, и потом, свобода от Него, ты свободен от этого, если бы, если бы не было бы свободы, то мы бы сказали, что Библию обманывают, но мы знаем, что Господь освобождает от всех грехов, даже если он в миру смотрел что-то нечистое, но Господь освобождает от этого, и человек имеет свободу, неважно, мужчина, женщина, то проблема, конечно, там не в причине, что жена стала некрасивая, или там растолстела, или там лишние килограммы прибавила, а причина в потере связи с Богом, что человек просто стал неблагодарный, неблагодарить, что вообще есть жена, потому что многие мечтают жениться, не имеют возможности по какой-то причине, и вообще написано, что жена отдается от Господа, человек перестает благодарить и начинает роптать, и следующий шаг, то происходит превратный ум, и происходит растление, и вот это растление, и есть опасность, когда обнаруживается, что муж живет в таком положении, и жены спокойно живут, годами живут, кто-то пять лет живет, муж выгнался в спальне, потому что есть ему что смотреть там в интернете, и они живут в одном доме, и есть еще маленькие дети, и жена ничего не может делать, а кто-то консультирует и говорит, что их брат консультирует и говорит, ну старайтесь не говорить на какие-то, он знает причину, знает, что происходит с мужем, старайтесь не говорить на темы, которые вызывают конфликты, старайтесь не говорить о финансах, ну что это за души по печенью. И теперь, знаете, можно, конечно, долго перечислять, но в самом деле я считаю, что те, кто попадаются на крючок вот этого греха, я считаю, что вот именно порно, они оскверняют всё, в том числе всё окружение. Написано, не садись, не ешь даже вместе. Когда он остаётся братом, он ещё приходит, вечерю принимает, приветствуется со всеми. Одна сестра со мной делилась, что муж начал флиртовать с одной сестрой, которая в хоре сидит. Они начали флиртовать, переписываться, там такие любовные послания друг другу послать. И она говорит, эта сестричка не просто вот так вот полоской покрывает голову, а прям косыночкой, которая флиртовала с моим мужем. И она потом после служения, когда вот хор отпоёт после служения, она обязательно обходит всех и обязательно обнимает всех. Понимаете? Ей нужно и физически даже прикоснуться. И на самом деле Библия – это очень правдивая книга, где написано, что как она ресничками хлопает, да, вот, и она говорит, она действительно такая прям невинная, такие реснички, и ей обязательно нужно поприветствоваться со всеми. И это тоже безнаказанно осталось, потому что лояльно отнестились к брату. И, понимаете, поэтому и церкви ослабли, поскольку этот грех легко зашёл в церковь. И когда происходит вот это непонимание братьев, какое-то, ну, братская солидарность, что ли, чтобы оправдать мужчину, обвинить жену, наверное, она что-то недостаточно делает, неправильно делает, что вот это с ним произошло. Но в итоге страдает вся семья и страдает церковь, потому что церковь, имея вид благочестия, силы отрекшися. И что делать, вот вывод какой, да, то есть причина, это не всегда, конечно, она может быть посвенно виновата, но это его выбор. И Библия говорит, что произошло с блудником, мы не найдём нигде место Писания. Конечно, сатана может искушать, но человек, который имеет связь с Богом, он может открыто сказать, дорогая жене, знаешь, от того, что вот это, вот это, у меня бывают искушения, давай молиться и так далее, но он не будет лгать и делать что-то за спиной из жены. Он может открыто признать, либо пусть не жене, может быть, даже и не нужно жене, а пойти сказать брату какому-то, вот у меня такие искушения, помогите мне выкарабкаться из этого. И Господь силён помочь, и Господь силён помочь, и то есть я хочу сказать ещё один миф. Я сама лично слышала, когда записку подали на одной молодёжной конференции, что делать, если у парня есть порнозависимость. И с большой сценой, с кафедры пастырь говорит, нужно жениться. Но это неправильно. Это неправильный ответ, потому что с этим проблема не уйдёт. Это зависимость. Это зависимость. И человеку нужно помочь выйти из этого. И потом он женится, он приносит эти проблемы в семью, плюс добавляются другие проблемы, и потом ещё проблемы, и эта семья в итоге разваливается. И поэтому нужно в корне пересмотреть это всё, и работать в команде с душепопечителями, и с врачами иногда, с психотерапевтами, потому что вот эти люди, они становятся жестокими, которые изменяют женам, они становятся своего рода психопатами, которые вот в послании Иуды, кстати, почитайте, в послании Иуды можно проследить некоторые вещи, что это люди, не имеющие духа. Там написано тоже вот о разврате в пергамской церкви, да, и то есть об этом вообще в Писании много написано. Поэтому я думаю, что одна из основных причин, почему этот грех распространяется в церкви, одна из основных причин непонимания опасности греха, непонимания, насколько это опасно, вот знаете, это растлевает, знаете, что растлевает, то есть оно в порошок всё превращается, и всё, что доброе, оно просто исчезает, что бы там ни было. И нельзя игнорировать этот грех. И иногда, может быть, женщине нужно оставить мужа-блудника и уйти, если он не кается, уйти на время, чтобы не осквернять себя, не осквернять детей. И в церкви тоже нельзя это игнорировать, потому что идёт скверно на всех других. И я думаю, что замалчивание этих проблем и непонимание опасности греха, что это на одно, на второе, на третье поколение передаются и психологические проблемы, стараясь внешне сохранить один брак, вот, допустим, если взять тот пример, тот брак, о котором я говорила, что папа изменял, дочка травмирована, дочка развелась, теперь внуки страдают. Внуки маму любят, увидеть не могут, потому что муж забрал детей. Дочка мне звонит, как я ей могу помочь, что я ей скажу, отсуживая детей или что, это же невозможно, понимаете. И не легче было в своё время маме оставить мужа, она имела право развестись, защитить детей маленьких и оградить от вот этого насилия, именно эмоционального насилия, от этой травмы, когда муж не думал о детях, когда муж не думал о жене, когда муж не думал о Господе, что это не славит Господа, выбрал путь греха, и в Библии очень много написано, Господь не держит насильно, Он говорит, иди, пожалуйста, иди, исправишься, покаешься, и тогда придёт, и знаете, можно вернуть назад, и вы знаете, очень много таких случаев, когда братья, к сожалению, я не говорю это в оппозицию, братья, я думаю, что это от того, что братья не слышат жен, от того, что у них мужской взгляд, от того, что женщины не услышаны, и наш канал называется «Голос молчащих», поэтому, что я озвучиваю эти темы, вы знаете, какая у меня сегодня борьба была, я ехала за рулём, четыре часа с другого города, и мне не хотелось на эту тему говорить, потому что эти темы некомфортны, кому хочется о какой-то грязи говорить, мне хочется говорить о Христе, мне хочется говорить, как красиво там о празднике, о Спасителе, о Его победе, но вы поймите, что от замалчивания проблема не решается, и семьи разрушаются, одна, вторая, третья, четвёртая, ко мне сюда в центр приезжали несколько женщин, полтора месяца назад, и вот через пару недель ещё будут приезжать, и когда приезжали, приехали три разные женщины, и у них разные ситуации, и они, к сожалению, в процессе развода с детьми, и у всех разная причина, и плюс ещё одна потом, которая вот на кону скоро приедет, но, вы знаете, сейчас уже на момент развода у них сложности совсем другие, но начиналось всё с порнозависимости мужа, начиналось много-много лет назад, жена где-то ловила с этим, и начиналось оттуда, то есть двери открывались там, и потом уже вылилось в такую большую проблему, трагедию, чуть ли не потеря разума, кто-то в тюрьме сидит, кто-то стал параноиком, следит за женой, везде за ней ставят камеры, а начиналось всё с малого, и, пожалуйста, братья, не считайте, что если порнозависим человек, то это какие-то игрушки, там чуть ли не мультики, это ещё хуже, чем физическая измена, и многие братья вот так говорят, если он физически не изменил опор, то он не имеет права развестись, ну, что вы говорите, вы тогда игнорируете слова Христа, который говорил, кто посмотрел с вожделением, хотя там тот, кто порнозависим, он там все дела делает, и там включаются и геи, и кто угодно в этот процесс, и это, представьте, в духовном мире сколько дверей открывается в эту семью, когда муж сидит на этом, и это всё отражается на детях, и дети могут подсесть, и вообще всё, что угодно с детьми может быть, они даже могут потерять свою ориентацию по причине того, что сохранить семью, какую семью, там семьи уже нету давно, семьи нету, и один пожилой пасторик консультирует одну семью, и она, жена всё время звонила к нему и говорила, что вы знаете, вот мой муж вот это вот, то он это делает, ну, такие страшные вещи, даже не хочу перечислять, он говорил, ну, терпи, молись, ну, терпи, молись, и так далее, а потом дошло до того, что эта семья на грани развода, и этот муж начал звонить к тому же пастору и жаловаться, что она ушла, она уходит, и он говорит, ну, если она подаст заявление, ты не подписывай, главное не подпиши, ну, это у меня вызывает просто, ну, недоумение, значит, всё, что он вот это, вот это, вот это, вот это делал, да он уже тогда подписал, расписался крупной росписью, что ты мне не нужна, и вы мне, дети, не нужны, и то, что вот эта бумажка, она же уже ничего не подтвердит, и, но хотя бы она спасёт себя, чтобы он дальше не разрушал её, какая она там толстая, или какая она там, что она его не возбуждает, или ещё что-то, хотя бы она себя спасёт, он не будет её разрушать, и детей защитит от этого духовного влияния, и посмотрите, в Верхом Завете, как к этому относились, да и в Новом Завете очень много предупреждений, где говорится, почему зацепились за этот стих, что не спасёшь ли женатый мужа, когда апостол Павел Тимофею говорит, что от таковых удаляйся, пастырь, что пастырь удаляйся, он всех должен любить, а как тогда повесить на женщину такой груз демонический, и чтобы она несла, чтобы она ещё радовалась, чтобы она его прощала опять-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки годами. Поэтому нужно это пересмотреть, нужно пересмотреть и вникнуть. И на самом деле порнозависимость, и порно – это серьёзный грех. И я думаю, что основная причина, потому что с кафедрой не говорится, и потом как-то немножко, ну вот человек стал, покаялся, и всё. На самом деле это зависимость. У человека меняется мышление, у него мутнеет разум. Он с ума сходит, в прямом смысле от этого, с ума сходит. И нельзя просто вот так вот игнорировать, да, вот ты помолился молитвой покаяния, он тебе пять раз помолится. И не забывайте, что там ложь, то есть дух лжи присутствует, и он всех братьев может обговорить, этот человек, лишь бы ему остаться в комфортной зоне при жене, при детях и так далее. И цель какая? По идее, ну ушёл бы и ушёл бы, да, цель разрушать, потому что за этим стоит дьявол. Украсть, похитить, погубить, украсть детей, разрушить их жизнь, и разрушить жизнь жены, и мужу не поможешь, да, а в итоге семьи страдают, и церкви страдают, потому что если тот же один пастор со мной делится, что он души попекает ребят перед крещением мальчиков, и мальчики признают о своих вот этих проблемах, потому что нужно говорить с кафедрой, нужно говорить, что если ты попадёшь, вот как, допустим, вот если бы, вспомните, если бы открыто говорили, что где-то вот утечка радиации пошла, все бы снялись и уехали, потому что радиация, она превращает в решето тело человека, такие дырочки, да, человек умирает очень быстро, и если бы людям говорили, братьям, если бы и молодым ребятам говорили, если бы ты подстянешь на порно, хотя бы один раз откроешь этот сайт, и пойдёшь, у тебя ты вот это потеряешь, вот это, вот это, то есть в итоге, то есть объяснять, что это не игрушки, а как объяснять, что это не игрушки, если даже сами братья как-то игнорируют, ну, это не такой же грех, это же не измена, это же не там, не что-то такое страшное, поэтому братья, сёстры вам не могут это сказать, они делятся со мной, они не могут это сказать, многие сами находятся в этой тьме, годами плачут, и некому им пойти, не с кем поделиться, никто не может разъяснить им, как ей быть, и я считаю, что если это причина прелюбодействия, то там нужно серьёзно отнестись и подумать, как вообще в этом случае быть, и не стараться сохранить семью там, где её уже нет, конечно, я не говорю уйти, все кейсы, чтобы там все случаи приписать, и бывает, что человек расступается, бывает, что согрешил, раскаялся, вот как вот этот брат, который миссионер в Китае, он борется, и вот смотрите, он сам раскаялся, он пришёл сам и поехал священник, ну, как называется, не священник, айпископу сказал, потом жене сказал, даже дочери они признали, и то у него огроменная борьба, если уже попался на крючок дьяволу, он вот так вот просто так не отпустит, это борьба, если люди, желающие жить благочестиво, будут гонимы дьяволом, то такие люди, которые попались на крючок, просто так тоже не уйдут, и там нужна помощь грамотная, правильная и духовная помощь, за этим стоит демонический мир конкретно, и если человек сам не признался, а просто жена его поймала один раз, и он, ну, деваться некуда, надо каяться, то такой человек тем более так легко не освободится, когда он покаялся для галочки, лишь бы остаться в комфортной зоне, понимаете, поэтому пересмотрите братья и помогайте сестрам, сестры очень, многие такие женщины очень страдают, и плюс нужно говорить, конкретно говорить на встречах там, на мужских ретритах или где-то, говорить, что людей ожидает, если они попадают на этот крючок, что их ожидает, что это не шуточки, что если это произошло, то нужно находить человека и выходить из этого, нужно находить, кому быть подотчетным и выходить из этого, и не нужно обвинять все время жену, что вот это потому, что она, и вот потому, что что-то она не доделала, я на своей страничке недавно ставила один пример во время войны, я думаю, что просто сейчас мы живем в такое время, когда сильно ублажают плоть, и вот прям, ну вот без секса вы прям умрете, вот все помрут без секса, мы живем в такое время, его везде пропагандируют, что если у тебя один день или сколько-то не будет, то ты умрешь, но это ложь, и наше тело, конечно, у мужа должна быть жена, и они должны быть вместе, но там еще написано, когда апостол Павел говорит, будьте всегда вместе, допустим, в зависимости от служения, там если контекст читать, Бог дает силы переносить это, и все-таки наша плоть, она подвержена греху, вот я вам пример приведу, если нам не усмирять свою плоть, немножко не дисциплинировать ее, то если давать идти на ее поводу, то она будет требовать еще и еще и еще всего, вот допустим, вы пойдите в холодильник вечером в 11 ночи покушаете один день, ну что-то такое хорошее покушаете, на второй день к вам в 11 придет мысль, пойдите второй раз покушаете в 11, третий день ваш организм будет требовать холодильнику в 11, так работает наше тело, это во всех отношениях, и поэтому мы-то, а мы должны умерщвлять, это, конечно, есть плоть греховная, но мы должны греховную свою плоть, как вот не объедаться, и свои все греховные проявления умерщвлять, и Господь дает силы, и даже если в прошлом там какая-то была зависимость, есть такое понятие, вторая девственность, то есть Господь все стирает, все в памяти, ощущения, там все какие-то переживания, и все картинки стирает, когда Господь, когда человек раскаивается, искренне приходит, то есть помощь есть в этом случае, это не безнадежно, но только отнеситесь серьезно к этому, и если апостолу Павлу Тимофею, апостол Павел Тимофею говорил, таковых удаляйся, не нужно все на плечи женщин складывать, чтобы она несла это, или ее дети несли, отнеситесь серьезно, бывают случаи, когда лучше на самом деле разрешить расставание, и, возможно, даже развод. Поэтому это то, что у меня было на сердце, поделиться сегодня с вами, поделитесь этим видео, пожалуйста, и, может быть, вы какие-то семьи спасете, пусть Господь благословит, всем хорошего Рождества, и всего доброго, подключайтесь, на следующей неделе у нас тоже будут важные эфиры. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...